Дорогие друзья, мы с вами встречаемся в преддверии Дня Татьяны, студенческого праздника. Я прежде всего хочу вас поздравить с этим, поздравить вам успехов. Вы, наверное, слышали, наверняка слышали, если мы здесь собрались, то вы об этом знаете. Я говорил об этом в послании ежегодном Федеральному собранию о готовности поддержать идею создания ассоциации студенческих спортивных клубов. Для нас так важно, чтобы уже с самых молодых лет, со школы, тем более с вуза, если кто в школе не приобщался, люди приобщались к физической культуре и спорту. С 1 января текущего года вступил в силу новый закон об образовании. В этом законе прямо прописана обязанность руководства учебных заведений содействовать развитию физической культуры и спорту высших учебных заведений. Давайте на этот счет поговорим в свободном режиме. Я очень рассчитываю на то, что вы выскажете свои соображения по поводу того, как можно было бы организовать эту работу. Когда мы создадим клубы, и они в некоторых вузах уже существуют, спортивные, нужно будет делать какую-то ассоциацию. Это огромная работа, и нам необходим жизненно просто попечительский совет. Я бы хотел попросить вас возглавить попечительский совет, потому что без помощи опытных коллег нам не справиться. Да, спасибо. Я стараюсь не возглавлять никаких попечительских советов, потому что, понятно, будет сразу очень много, и я не смогу эффективно работать ни в одном из них. Но этот я возглавлю, потому что считаю, что деятельность ассоциации в студенческих клубах является чрезвычайно важной. Поэтому это общенациональная задача развития физической культуры и спорта. И, конечно, я с удовольствием вам помогу в любом качестве, в том числе и в качестве члена или председателя попечительского совета. Спортивного, военно-спортивного клуба «Лазертак». Как называется? «Лазертак». Это новая игра такая, военно-патриотическая, ну, с применением нового оружия современного. Оно электр... ну... Очень перспективные разработки, практически все ведущие страны мира над ним напряжённо работают. И кто мог подумать, да, когда писалась известная книжка о гипробологии инженера Гарина, что это будет реализовано в реальной жизни. Ну, вот реальность сейчас реализуется. Здорово, отличное направление, безусловно, поддерживаю. Пожалуйста. Браво. Вот этого надо добиваться, понимаете? Понимаете, Владимир Владимирович, дело в том, что вот у нас вот построили фок, построили бассейн, построили, помимо этого ещё два зала. У нас сейчас существует в нашем союзе 16 секций. Который мог бы, или эндолмент, например, который мог бы финансировать частично новые проекты, новые идеи студентов. Но я так думаю, что неплохо было бы представлять, что есть вуз на 10 тысяч человек, 15, 20, 30. И как там строится работа? Нам, знаете, самое главное, не нужно и отплодить эту бюрократию. Если мы говорим о массовости, о престижности спорта, он должен стать бесплатным. И сможет ли наша ассоциация действительно потерпеть достаточные расходы? Тогда нужно поискать, чтобы эти средства дополнительно выделяли муниципалитеты, регионы и так далее. Пропаганда спорта, создание условий для занятий спортом, создание этой символики, о которой вы сказали, продвижение там. Вот к чему надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы увлечь как можно большее количество студентов этим видом деятельности. Почему бы организации, которые поддерживали бы студенческий спорт, им не сделать налоговое послабление? Мне кажется, это очень сильно упростило бы нашу жизнь, в том плане, чтобы бизнесмены бегали бы сами за нами. Для того, чтобы они выступали хорошо за тот или иной вуз, это очень хорошо, к этому надо стремиться. Но главная наша с вами задача – это развитие массового спорта студенческого.